Привет, мои дорогие случайные любимые! Берегите себя и желаю вам с отличным и хорошим настроением проводить ваши дни, особенно с отличным настроением идти на свою любимую работу, на свое любимое дело. Берегите себя, теплее одевайтесь, кушайте витаминки, пейте витаминки, занимайтесь спортом. Я всегда в вашем распоряжении, задавайте вопросы, обращайтесь. Многократная чемпионка Беларуси, бронзовый призер чемпионата мира, серебряный призер чемпионата Европы. Прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова приехала в родной город, где продолжит подготовку к чемпионату мира. Ну, конечно, рада и тепло нас встретил город, ну, не в смысле погоды, а в смысле условий тренировочных. Две недели уже отработаны, позади сбор. Вот, еще предстоит таких же две недели, даже три, чтобы войти в оптимальную форму. Вот, дальше планируются старты. Вот, все куется именно здесь. Здесь происходит вся основная работа, закладывается база, и причем закладывается база осенняя именно на лето. То есть, основной результат, это планируется, конечно, летом, но и зиму не будем пропускать, будем работать, радовать болельщиков, будем реабилитироваться после олимпийских игр, неудачного выступления. Вот, нужно брать свое, нужно радовать болельщиков, что мы и будем продолжать делать. Анастасия Мирончик-Иванова в этом году выиграла золото в прыжках в длину на турнире по легкой атлетике в Инсбруке. В итальянской Падуве стала серебряным призером. На этапе бриллиантовой лиги Восла белорусская прыгунья завоевала бронзовую награду. Но на самом главном старте Олимпиаде не смогла показать свой лучший результат. Непростой сезон, очень такой, я бы сказала, с геометрической точки зрения ломанный, поэтому были взлеты и падения, но, к сожалению, мы не успели перестроиться результатом на Олимпийских играх. Очень хотели и планировали медали, все этого хотели, мы тем более. Но хочу сказать, что у нас не было опыта именно готовиться к пятилетним циклам. То есть легкая атлетика – это четырехгодичный цикл, где четырехлетка, а каждая проводит Олимпийские игры. Поэтому мы не успели перестроиться, но это также опыт, и все, что не сделается, все к лучшему. Мы это прошли, мы уже знаем кое-какие нюансы, и через три года будет следующая Олимпиада, где мы также будем стараться и пробовать вставать, вставать и становиться сильнее и выше, и пробовать, 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 пробовать. Сейчас Настя вместе со своим тренером и мужем Сергеем готовится к чемпионату мира. Тренировки проходят на стадионе Слуцкого государственного колледжа. Кроме Анастасии Сергей тренирует еще трех ребят. Это Артем Гурин, прыжки в длину, является финалистом чемпионата Европы среди молодежи. И два тройника – Марк Мажейко, сам со Слуцкого тоже парень, и Егор Чуйко с Баранович. Все они учатся в Минске, но сейчас находятся на сборе в Слуцке. Они являются, Марк Мажейко является серебряным бюджетом чемпионата Европы среди юниоров. Чуйко – финалист чемпионата Европы среди юниоров. Так вот, сегодня делали скачки, укрепляли суставы свои, сделали, я уже доделал свой третий цикл объема. Вот, поэтому я счастлив, я наконец-то большую часть работы объема сделал. Осталось уже штрихи подвозить, и можно выезжать уже на соревнования выступать. Ну, чтобы вы понимали, я говорю, люди работают до предела. То есть первые три часа они работают до предела, потом у нас обед, сон, и потом еще четыре часа, и пять до предела. И вот так вот они держатся две недели. Скажу так, что вот эти, за эти две недели у нас еще есть четыре бани, бассейна, восстановление, сауна, да. То есть без этого, я бы скажу, чтобы они, ну, мало чего бы сделали. Бани, массажи, плюс витамины, то есть все это работает им только в плюс. То есть без этого человек бы не выдержал бы на такую нагрузку. Ну и, соответственно, чтобы прийти к такому объему работы, нужно долгие годы, чтобы выполнять такую нагрузку. Не каждый человек придет, вот скажет, что вот я ему скажу, там, выполни сегодня 350 отталкиваний, скачков. Ну, это полтора километра скачков на одной ноге. Это не просто по полметра прыгать, а именно сделать амплитудно, широко, качественно. И поэтому надо годы работы, чтобы выполнить эту работу. Так к этой работе сразу не придешь. Но и без этой работы результата тоже, соответственно, то есть эта работа дает результат. Настя родилась в Слуцке, училась в средней школе номер 13, где работали ее родители. Татьяна Сергеевна, учитель начальных классов, и Сергей Алексеевич, учитель физической культуры. А теперь и сын Сергея, и Насти, Глеб, пойдет во второй класс 13-й школы. Не думала, что мой ребенок будет учиться в той же школе, где и я. Пойдет во второй класс к учительнице, будем учиться здесь, и будем также приобретать знания, вот, не пропуская школу. Вот, родители помогают, тут очень комфортно. Тут мой первый тренер, тут мои родители, тут, ну, помощь, в общем-то. И в этом и складывается результат. Когда работает на тебя команда, тогда и получается результат. К сожалению, ну, выехали вот сейчас именно сюда, не получилось именно в теплые страны. Хотя легкая атлетика, ну, по своему виду спорта должна находиться именно в теплой стране, потому что все-таки суставы нужно разогревать, связки, более комфортные условия. Но мы справляемся, мы приспосабливаемся, мы ищем условия, вот, можно заметить, мы с Минска приехали со своей дорожкой, спасибо Федерации легкой атлетики, РЦОПу, которые помогли нам доставить дорожку Монда и собирать условия, в каких мы можем сейчас тренироваться. В дальнейшем я надеюсь, что все поменяется, и все-таки легкая атлетика сможет выезжать на выездные сборы, но это со временем, опять же, когда все-таки пройдет этот пик коронавируса. Вот, хочу еще пожелать всем, чтобы берегли себя, потеплее одевайтесь, пейте витаминки, занимайтесь спортом и с хорошим настроением приходите на работу, на свое любимое дело, что делаем и мы. Не могли мы не спросить про хобби спортсменки. В прошлом году Настя начала петь. Ну, конечно же, продолжаю также свое любимое дело, пение. Занимаюсь вокалом сейчас Иги Азаром, он очень талантливый исполнитель и артист также наш, белорусский. Мы продолжаем заниматься вокалом и также развивать свой голос, но вот опять же пришли к тому, что нужно развить максимально свой голос, чтобы следующая песня музыкальным критикам понравилась и не было никаких нюансов. То есть все должно быть очень все четко и не было никаких придирок со стороны музыкальных критиков и вообще людей, которые слушают мою деятельность. Вот. Поэтому трудимся, также занимаюсь на дому, есть определенные упражнения, мне нужно развивать диафрагмальное дыхание, чтобы мой голос звучал, мой тембр звучал лучше и чище. Тогда мы сможем все-таки записать более качественную музыку и песню. За месяц в Слуцке Анастасия планирует, кроме тренировок, провести время с семьей и друзьями. Очень много друзей, которых нужно посетить, родственников. Иногда прогуливаемся, конечно же, по центру города, где-то можно попить кофе, но в основном это пассивный отдых. Это после тренировки хочется прилечь на кровать, где-то поплавать в бассейне. Вот у нас в спортивной школе есть сауна, бассейн, где мы проводим свое свободное время. И очень не хочется обидеть своих родственников, друзей, всех хочется посетить. Но я стараюсь это делать, но иногда в связи с тренировками тяжелыми я просто плету ноги до дивана и просто хочется отдохнуть. Также вот выезжали в город Солигорск, где ребенка развлекали на батутном. В батутном центре, а также в кафешках, картошечку фри иногда можно, спортсменам также. Но это редко, конечно. Ну а так все свое время проводим на тренировках. Времени свободного очень мало. И если оно появляется, то, конечно, хочется уделить своим друзьям, близким, с которыми людьми я общалась. Вон тетя Аня, соседка, машет мне. Вот. И хочется с ними пообщаться, узнать, как их жизнь сложилась. Вот. Очень много. Очень много планов, которые нужно реализовать именно пока я здесь нахожусь. Редактор субтитров А.Семкин